Ребята, здравствуйте! С вами Алексей. Добро пожаловать на мое новенькое видео по таким играм, как American Truck и Euro Truck Simulator 2. Друзья, сегодня у нас будет крайне интересный ролик, который будет сочетать в себе очень много полезной информации. У нас вышло новое дополнение под названием Pink Ribbon Charity Pack. Собственно, в двух словах. Друзья, Pink Ribbon, что это значит? Это значит в переводе на русский язык розовая лента. Если вы зайдете буквально в Google, вы увидите, что розовая лента это международный символ организации, либо частных лиц, поддерживающих программу борьбы против рака молочной железы. И знаете, вот так вот посидеть, подумать, обычно СС для АТСки и для ЭТСки добавляют, ну, по сути, бесполезные покраски, которые, ну, просто поддерживают их финансовое состояние для того, чтобы можно было какие-то новые фичи записать, там, звуки и т.д. и т.п. Но в этот раз, я думаю, что, скорее всего, все деньги, которые будут выручены за это дополнение, они как раз-таки пойдут в фонд борьбы против всего этого заболевания, которое я упомянул выше. И на моей памяти, наверное, АТС и ЭТС это первые игры, которые вообще вот так или иначе связывают себя с такой действительно глобальной проблемой. И я на самом деле, если честно, немножко в шоке и проникся я еще больше уважением к разработчикам, что они вот не оставляют эту проблему в стороне. И вот так вот через игру они ее продвигают, так скажем, массой, чтобы люди на это обращали внимание. Это действительно очень важно. Ну и плюс ко всему, друзья, помимо того, что вышла одноименная DLC, для АТСки она стоит 60 рублей, для ЭТСки там тоже около того. Запустился новый ивент. В общем-то, про ивент я вам расскажу в конце этого видео, так что, в принципе, устраивайтесь поудобнее. Мы, как говорится, начинаем. Начинаем мы, соответственно, с American Tracker. Давайте посмотрим на примере, допустим, ну давайте пойдем по порядку. 389 Peterbilt. Давайте посмотрим, какие покраски здесь у нас добавились. Pink Strokes выглядит у нас следующим образом. Ну, смотрится интересно. Плюс ко всему, все покраски здесь кастомизируемые. Подбирается такой цвет, как я понимаю, под розовую ленту. Может быть, немножко темнее. Ну и дальше у нас имеется Ribbon of Hearts, то есть лента из сердец. Ну и видно, что здесь действительно сердца такие нарисованы у нас. С капота у нас, кстати, пропала эта лента и переместилась она у нас назад. Слушайте, ну интересно очень выглядит. Кстати, в DayCab, если мы выбираем кабину DayCab, давайте я вам покажу, у нас ленточка просто-напросто переносится на дверь. То есть ничего такого сверхъестественного здесь нет. Так что просто это имейте в виду. Ну и, соответственно, что еще у нас есть на Peterbilt и на всех грузовиках, соответственно, давайте я вам покажу. Это третья покраска, которая была добавлена, называется Wings of Hope. Ну, как я понимаю, это крылья надежды или что-то в этом роде. Вот такой, наверное, подобный, я думаю, будет перевод. Тоже, опять же, в таком же цвете, как у нас она выступает и Pink Strokes, только здесь у нас, помимо самой ленты, еще существуют крылья. То есть, ну, символично весьма на самом деле. Далее, по Volvo VNL, давайте посмотрим, как это выглядит именно на Volvo VNL. Опять же, те же самые две покраски. То есть, это обычная из сердец и, соответственно, крылья надежды. То есть, ну, неплохо на самом деле смотрится. И цвет этой Volvo на самом деле такой идет, такой вишневый, я бы сказал. Далее, посмотрим на 300... Ой, на 579 Peterbilt, опять же, то же самое у нас дублируется. И, соответственно, также у нас есть Wings of Hope. Выглядит очень даже неплохо. Вот цвет этот прям действительно классный. Дальше у нас идет Classic. Его вообще на самом деле очень-очень легко испортят скинами. Ну, здесь, честно признаться, не смотрится вообще этот пак. То есть, да, я понимаю, что, конечно, хотели сохранить ленту. Но, в принципе, можно было добавить какую-нибудь сюда заглушку, чтобы у нас это все красилось под цвет кузова. И уже поверх нее это все дело нарисовать. Смотрелось бы это гораздо интереснее, нежели чем это где-то было асимметрично расположено ближе к трубам. Ну, и последнее это Kenwar T680. Здесь, в принципе, то же самое, без каких-либо изменений. Ну, и плюс ко всему, здесь у нас идет Wings of Hope. В общем, друзья, вот так вот у нас выглядят грузовики. Сейчас мы с вами посмотрим на такую же самую покраску для трейлеров. Ну, а потом уже перейдем к Евро Трак Симулятор 2. Итак, друзья, трейлеры. Здесь мы долго задерживаться не будем. Просто ради примера я возьму обычный драйвен, на которого мы, собственно, все это с вами и посмотрим. Итак, переходим сразу в раздел скинов. Что мы здесь видим? Здесь мы видим, как раз таки, вот они все подряд, они у нас и идут. И, в принципе, это все у нас идентично тому, что было на грузовике. То есть, лента просто обычная, так скажем, кисточкой, можно сказать, нарисованная, да. А дальше, ух ты, а вот это здорово. Смотрите, она прям идет по краям, такие сердечки уходят наверх. И, скорее всего, по задумке авторов, она должна была сверху как бы скрещиваться. Это ленточка. Слушайте, а прикольно на самом деле. То есть, взять, если, допустим, вот это выкрасить в белый. И вот такие сердечки у нас прикольные здесь получаются. Слушайте, а смотрится классно на самом деле. Я удивлен. Ну и крылья надежды. Здесь, конечно, немножко они ее так порезали. Очень сильно ее отмасштабировали, я считаю. Можно было, в принципе, немножечко масштаба сделать поменьше. Для того, чтобы просто было ее как-то более-менее видно. Ну, либо сзади ее как-то на воротах тоже можно было бы продублировать. Слушайте, ну неплохо. На самом деле, прям вот над этим паком видно старались. Потому что вроде даже линии как везде ровные. Подошли с фантазией. То есть, не просто это все перенесли с траков сюда, как попало. Да я бы как. Ну, молодцы разработчики, молодцы. Так, ребят, сейчас переходим в Евротрак. Смотрим на все то же самое на грузовиках и на прицепах. Ну и в конце уже немножко поговорим про ивент. И какие награды будут в этом ивенте. Поехали. Итак, друзья, добро пожаловать в Евротрак. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Не будем особо заострять внимание. Просто посмотрим, как что у нас выглядит. И как вообще все это дело непосредственно смотрится. Итак, первым у нас идет DAVXF 105. В принципе, здесь все то же самое. Абсолютно те же самые рисунки, которые мы с вами видели непосредственно и в Американтраке. Ну, единственное, да, что можно будет еще сделать. Давайте мы включим, конечно же, контент игры. Посмотрим, как это выглядит на Евро шестом. Это выглядит вот так. Плюс-минус все опять же идет идентично. Давайте поставим низкую кабину. Поглядим, как это будет, соответственно, выглядеть все здесь. Здесь, ну, то же самое. То есть, у нас единственное отличие только здесь по кабинам в том, что они у нас пониже немножко по высоте. В остальном плюс-минус расположение у нас будет сохраняться. Так что, в принципе, наверное, даже и нет абсолютно никакого смысла, как это выглядит все на остальных грузовиках. Но ради уважения к вам, я просто вам покажу, как это все выглядит. Резко вот это все так переключая, да. Ну, блин, ребят, ну, плюс-минус все одинаковое, правда. То есть, вот все те скины, которые есть, где-то чуть побольше у нас ленточка идет, где-то чуть поменьше. То есть, ну, единственное, там подгоняли, видимо, под формат уже кабины. Ну, здесь она прям совсем маленькая и аккуратненько на мане прям так смотрится. Очень-очень интересно. Новый Актроз, кстати, МП-3. Ну, на нем, опять же, по классике, как это, в принципе, и было. Ну, и давайте еще посмотрим на МП-4, как это выглядит. Выглядит это все вот так. Отлично. Далее переходим к Магнуму. Очень старый уже грузовичок. Очень хочется, чтобы его поскорее обновили. Вот они все эти три, соответственно, скина у нас здесь имеются. Дальше у нас идет премка. Давайте посмотрим, как это все выглядит на ней. Где они, где они, где они эти замечательные скины? А, вот они. Ну, премки прям вот эти цвета идут, я хочу сказать. Дальше у нас идет Т-шка. Это новый грузовик у нас. Он уже вышел официально. Обзор, если что, можете посмотреть на канале, друзья. Р-2009 года, Scania. То есть, в принципе, все уже тоже просят ее немножко обновить. И на самом деле я согласен. Это у нас новая Р-ка, поколение Next Gen. На ней все выглядит вот так. Дальше у нас идет Scania S. На ней все выглядит следующим образом. Осталось у нас совсем, ребят, чуть-чуть. Это Scania Streamline. Опять же, все то же самое, друзья. Плюс, минус, везде все это одинаковое. Поэтому, как бы, ну, просто, опять же, чисто из уважения к вам. Чтобы вы понимали, как, на какой машине что выглядит. Ну, и дальше у нас идет, соответственно, Volvo. Останемся на Volvo. Перейдем в салон. Посмотрим, что у нас здесь интересного появилось по тюнингу, по висячим предметам. Опять же, у нас такая же хромированная лента. В шторках нового ничего нет. Здесь у нас козырек. Здесь на висячих предметах на лабаше тоже ничего нового, к сожалению, нам не дали. На приборную панель тоже ничего нового нам, к сожалению, не выписали. То есть, по факту, у нас остается просто хромированная лента. И все. Вот из всего тюнинга, который идет в этом дополнении, это только скины и хромированная лента. Теперь, друзья, посмотрим на прицепы и уже перейдем к ивенту. Итак, друзья, добро пожаловать в галерею прицепов Евротрак Симулятор 2. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Так, ну, то же самое, что было в Американ Траке. Абсолютно то же самое, что было в Американ Траке. Абсолютно то же самое, что было в Американ Траке. То есть, они просто это здесь все дело продублировали. Но вот с этими сердечками прям действительно здорово смотрится Мне нравится То есть если вот откинуть в сторону вот эту всю лирику и прочее, прочее, прочее Действительно выглядит очень даже солидно Ну что ж, друзья, вот такой у нас получился обзор этого замечательного дополнения Сейчас мы с вами перейдем к обзору наград из ивента И я вам расскажу, какие задания нужно выполнить для того, чтобы эти награды получить Так что, друзья, погнали далее Итак, друзья, что касаемо ивента Буквально в двух-трех словах я постараюсь вам быстренько объяснить, что это такое В общем-то, в принципе, как всегда, нам с вами нужно быть зарегистрировано на сайте World of Tracks Далее нам нужно с вами будет зайти в игру либо АТС, либо ИТС В настройках профиля вбить данные от вашего аккаунта, который вы зарегистрировали Чтобы все это у вас дело связалось И потом, соответственно, вы заходите в игру Вам нужно будет выполнять внешние заказы Хотя, в принципе, чего я объясняю, вы и так все прекрасно знаете, как выполнять ивенты Первое, ивент у нас продлится до 20 октября То есть, в принципе, у нас есть 20 дней на то, чтобы выполнить этот ивент Я думаю, этого срока нам хватит Общей целью сообщества у нас является перевозка одного миллиона трейлеров Ну, либо одного миллиона доставок Называйте это, как хотите В принципе, цифра, я думаю, вполне себе очень даже оправданная За 20 дней совершенно спокойно это можно сделать Потому что, во-первых, у нас не ограничены города То есть, мы можем выбрать буквально два города Которые находятся на расстоянии друг от друга Там, например, в 100 километров И по кругу просто кататься туда-сюда И выполнять как для начала личную цель Так и потом выполнить уже цель сообщества Но если вы просто захотите помочь сообществу Побыстрее, побыстрее получить награды Касаемо личной цели, друзья 12 доставок за выполнение этих 12 доставок За выполнение, точнее, за доставку этого специального трейлера За успешную доставку Если вы выполняете ее 12 раз Вы получаете боксерские перчатки Такого стилизированного розового цвета Сейчас вы видите их на своем экране И потом, соответственно, вы их сможете подвесить Либо в ЭТС, либо в Евротрак Симулятор 2 В салон вашего грузовика И они у вас просто будут болтаться Далее, когда цель сообщества будет выполнена То есть, напомню, это 1 миллион доставок Мы с вами получим плюшевые кубики Сейчас, как вы знаете, в игре есть черного и белого цвета Такие, как под домино сделанные, грубо говоря Ну, вы поняли меня И, соответственно, также они будут такого интересного розового цвета Скриншоты вы видите сейчас на своем экране И на них будет тиснение вот этой самой розовой ленты К которому и приурочено это дополнение Приурочено это DLC Так что, в принципе, ну, вроде как безделушки Но почему бы и нет? Это ивент, почему бы не выполнить? Почему бы лишний раз не зайти и не покататься? И не покататься лишний раз с друзьями По трейлеру, друзья, будет он выглядеть следующим образом То есть, я уже подцепил внешний заказ Вот так вот он будет выглядеть Называться будет Pink Ribbon Goods Не знаю, на русский язык это как-то будет переведено или нет Я думаю, вряд ли И все Вы цепляете этот груз Везете куда захотите Опять же, повторюсь, ходит вот там по соседним городам, катаетесь И проблем у вас не будет Единственное, друзья, что хочу сказать Изначально я находился в Санкт-Петербурге И там этого трейлера я не нашел Переместился на дефолтную территорию И сразу же я его обнаружил То есть, у меня к вам будет вопрос Работает это на DLC-шках или нет? Если нет, то тогда придется нам с вами это все выполнять Непосредственно по дефолтной территории Ну что, друзья, вот такой у нас сегодня был видеоролик Очень много было информации Надеюсь, этот ролик показался вам полезным Если действительно так, то не забывайте ставить лайк Обязательно подписываться на канал Ну а с вами был Алексей Желаю всем хорошего настроения Всем огромной удачи, пока И увидимся в мультиплеере, когда будем выполнять этот ивент Все, друзья, пока-пока, увидимся